Мы на ней сегодня попытаемся посмотреть. Ну вот здесь, на этой картинке, показано то, что называется филогенетическое дерево. Дерево, отраздающее степень родства между разными живыми организмами. Оно специально очень маленькое. Вот где-то здесь, наверху этого дерева, находимся мы. Рядом с шимпанзе, макакой, орангутаном и другими приматами. И вот этот вот огромный круг, который вы сейчас видели, это всего несколько тысяч видов. А на самом деле, количество разнообразных живых организмов в нашей планете, оно сильно больше. Есть миллионы видов разных грибов, сотни тысяч видов наземных растений, миллионы видов щенистоногих, десятки тысяч видов позвоночных и так далее. Ну понятно, что если бы мы их все поместили на Ноев Ковчег, они бы там не поместились. Ну а если бы даже поместились, им было бы очень плохо, потому что там были всякие патогенные микробы, вирусы, ВИЧ, гепатит, сифилис. Было бы им плохо, как на этой картинке. Ну вот от идеи, что был какой-то Ноев Ковчег, уже давно ученые отказались. Но еще во времена Дарвина была распространена идея, так, меня фонит, наверное, идея, что, ну, все это разнообразие жизни, все эти миллионы видов были созданы неким разумным творцом. И тот факт, что они были приспособлены, все эти виды, к тем условиям среды обитания, в которых они жили, например, лягушка, да, она приспособлена к жизни в болоте, у нее есть к этому приспособление, объяснялось тем, что, ну, вот, творец был очень разумный, и он каждый вид создал специально уже приспособленным к тем условиям, в которых его создавали. Но вот Дарвин обнаружил с этим некую проблему, когда путешествовал, вот видите, здесь показаны острова Каба-Верде и Галопогосты. Как видите, Каба-Верде рядом с Африкой, и Галопогосты рядом с Южной Америкой. И там достаточно похожие условия жизни, там похожий климат, температура, ну, фотографии я подобрал, чтобы было максимальное сходство, конечно, это может небольшое жильничество, но суть в том, что они очень похожи. Но птицы, которые живут на Галопогостах, на Каба-Верде, очень сильно отличаются друг от друга, но птицы, живущие на Каба-Верде, похожи на африканские птицы, а птицы, живущие на Галопогостах, на птиц, естественно, южноамериканских. И вот, когда Даррен сделал это наблюдение, предположил, что гораздо легче это объяснить тем, что эти птицы перелетели с материка на острова, и дальше видоизменились, приспособились, превратились в новые виды. Ну вот, я использую термин приспособилась, иногда есть представление, что это что-то такое очень абстрактное и неисчислимое, но на самом деле приспособность, это вещь, которую ученые давно научились измерять, легче всего ее измерять на различных бактериях, Потому что бактерии, они очень быстро размножаются, за несколько лет может смениться несколько десятков тысяч поколений бактерий, и мы можем сделать такой эксперимент. Выберем бактерии, какую-то популяцию, и замораживаем их, а часть помещаем в какие-то новые условия, например, в условии, где есть какое-то новое питательное вещество, или наоборот, какого-то вещества нету, или, например, какой-то антибиотик добавлен, который бактерии убивает. И вы эти бактерии вмещаете в эти новые условия и даете им какое-то время поразмножаться, то есть приспособиться. А потом вы смешиваете в этих новых условиях исходную популяцию бактерий, которую вы разморозили, и вот эту новую, которая пресерпела несколько десятков тысяч поколений изменений. Вы их вмещаете вместе, потом они там размножаются. Если вы возьмете в самом начале, когда вы только смешали этих бактерий, поместите их вот на такую чашку Петри, очень разбавленным раствором этих бактерий, то у вас вырастет, например, одинаковое количество колоний. Старых и новых бактерий. То есть каждая точка здесь, это как бы колония бактерий, это потомки одной единственной бактерии. И количество колоний будет, наверное, одинаковым. Если вы надеялись этим бактериям поконкурируя друг с другом, они будут соревноваться, будут размножаться кто быстрее, то через какое-то время возьмете тех же самых бактерий, ту же самую смесь, и получите новые бактерии, те, которые эволюционировали в этих условиях. Их потомков намного больше. У них будет намного больше колоний. И вот сравнив количество колоний первых и вторых бактерий, вы получите как раз насколько изменилась их приспособность к этим условиям. Ну вот мы с этим сталкиваемся на самом деле в нашей повседневной практической жизни, когда мы имеем дело с бактериями, которые получают устойчивость к антибиотикам. Ну такая серьезная проблема, мы придумываем новый антибиотик, начинаем лечить им какие-то заболевания инфекционные, а потом проходит время, и оказывается, что огромное количество бактерий уже к этому антибиотику неустойчивы. И теория эволюции дает нам на самом деле несколько полезных рекомендаций о том, как нам с этим бороться, с этой проблемой. Ну во-первых, можно делать следующее, можно чередовать антибиотики. Как только мы перестаем использовать какой-то антибиотик, бактерии уже не имеют преимущества, если у них есть эта приспособленность, если у них есть это свойство защиты от антибиотиков, и вы получаете, что доля бактерий, устойчивых к этому антибиотику, падает, как только вы перестаете его использовать. Вы переходите на новый антибиотик, потом отрезите на четвертый и так далее, и так вы можете побороть эту эволюцию бактерий. Второй момент – это то, что курс антибиотиков нужно пить до конца, потому что если вы… ну, устойчивость к антибиотику – это такое небинарное явление, что оно либо есть, либо нету, а это скорее количественный такой фактор, что можно быть более устойчивым, менее устойчивым. И потому что устойчивость, в принципе, когда у вас есть какой-то белок у бактерий, который этот антибиотик разрушает или выкачивает из бактерии. И вот если вы используете слабую дозу антибиотика, то вы самых слабых бактерий убили, а самые живучие, они остались и дали потомство. Это потомство может быть еще более приспособленным, еще более устойчивым. Вы получите устойчивый штамм. Ну и третий момент, что курс антибиотиков нужно использовать только по назначению врача, потому что, опять же, если при каждом чеке пользуются антибиотиками, будем их чаще использовать, и будет больше бактерий, устойчивых к этим антибиотикам. Ну вот, на самом деле, в основе теории революции современной держится тот же естественный отбор Дарвина, который, на самом деле, очень просто устроен. Все организмы размножаются, ресурсы у организмов ограничены, и возникает конкуренция. Кто-то будет с нас выживать, кто-то будет не выживать. Сейчас, секундочку. Прошу прощения, можно отмотать слайд? Еще один. Еще один. Вот. Ну, организмы меняются. При этом изменения у организмов наследуемых бывают полезны и вредны. Например, устойчивая антибиотика для бактерий, это полезно, если антибиотик присутствует. Ну, а есть изменения вредны. Например, если у вас что-то сломалось, то это важный следочный механизм, который нужен, чтобы синтезировать белки, например. Ну, все, вы погибли и потомство не оставили. Ну, вот мы сейчас посмотрим небольшое видео, наглядное, которое показывает, как случайные изменения, которые наследуются, плюс такой вот естественный отбор, помогают организму эволюционировать. На вот таком анимированном ролике. Вот у нас есть организм. Он не сильный, не быстрый, не давитый, не умный, и он представляет собой такой квадратик, который умеет лишь прятаться. И у него есть последовательность 0-1, которая представляет его ДНК. Это его геном, он имеет 8 битов, который определяет его цвет. Есть окружающая среда, в которой есть хищники, которые съедают 25% тех, кто выделяется на фоне. Есть 25% тех, кто просто погибнут. Есть случайные скрещивания и есть случайные мутации, которые возникают в этой популяции. Мутации абсолютно случайные. Начинаем с популяции абсолютно одинаковых органинов. Видите, вот те квадратики одинаковые. Кого-то съели хищники, кого-то просто так съело. Дальше они размножаются. И возникает следующее поколение. Видите, вот у этого возникла полезная, вредная мутация. Он стал черным, теперь его видно, и поэтому хищники съедят его в первую очередь. А вот этот светлый, у него полезная мутация, его не съедят хищники. Поэтому у него больше шанс поставить потомство. В итоге мы имеем следующее. Вот здесь у нас будет в левом верхнем углу 400 разных организмов разного цвета. А здесь у нас будет окружающая среда. И мы видим, что когда фон темнеет, организмы темнеют. Фон светлеет, и свет за ним, организмы светлеют. И так далее. То есть в условиях черного фона наиболее приспособлены те, кто черный, в условиях белого, те, кто белый. И мы видим, как случайные мутации плюс такой отбор порождают изменение признака этого организма. Они из черных превращаются в белый наоборот. Иногда приводит к реационисту такой замечательный аргумент, что вот эволюция это как слепой часовщик. То есть возьмите часы, разломаете их, положите в ящик и будете их трясти, то у вас же не соберутся обратно эти часы. Ну вот проблема с этим аргументом заключается в том, что в отличие от живых объектов, часы не обладают свойствами живого, они не размножаются, у часов нет секса, у них признаки не наследуются, у них нет мутаций, и нет никакого такого критерия, по которому могли бы отпирать более хорошие часы от часов, не работающих, в процессе вот такого аналога естественного отбора. Ну вот на эту тему есть замечательный ролик, что если часам дать все эти свойства, они будут эволюционировать. Вот этот ролик я показывать не буду, потому что он очень длинный, можете его найти, называется «Слепой часовщик». Вот картинка из этого ролика. А я покажу другой ролик на примере эволюции машинки. Вот есть такой сайт, называется «Бокскар 2D», и там путем совершенно случайных мутаций создаются машинки. Машинки состоят из колес и из элементов корпуса. И они соединяются совершенно случайным образом, и получают всякие вот такие вот франкенштейн-машинки, которые, ну, они плохо едут в основном, да, видите? Но иногда в этой случайной мутации получается машинка, которая едет чуть-чуть лучше, чем остальные. И такие машинки отбираются, они считаются более приспособленными, и они оставляют больше потомства. Ну, вот, видите, вот уже машинка-мутант проехала пару метров, ну, не знаю, не метров, а пару сантиметров. Потом проходит несколько поколений скрещивания этих разных машинок, и получается уже машинка похожая на вполне на ламборджини. Ну, условно. Ну, вот сейчас мы посмотрим еще одно видео с теми же самыми машинками, но вот здесь у нас будет четыре разных условий. Вот здесь машинка едет по случайному треку, здесь она едет по прямой, здесь она преодолевает препятствия, а здесь она все время падает вниз с некой высоты. И в итоге мы увидим, что, хотя в обоих случаях мутация абсолютно случайная, изначальные машинки абсолютно одинаковые, но из-за того, что разные условия, возникают разные приспособности, как раз за счет вот этого разного отбора. Сейчас эволюция у нас здесь ускорится. Опять же, все мутации абсолютно случайны, не случайен только отбор, который определяется, собственно, формой трассы. Проходит множество поколений, и мы видим, что здесь в левом верхнем углу почти всегда машинка имеет спереди большое колесо, сзади маленькое. Здесь у нее два колеса одинакового размера, здесь три колеса, и одно колесо используется, чтобы разбивать блоки, а здесь три колеса, и чтобы как бы она не упала, она упала обязательно на одно из колес. То есть в разных условиях, опять же, возникает разная приспособность, ну, как и в природе, да, лимушек, приспособленных, чтобы жить не в болоте. Ну вот, различные вот такие вот компьютерные симуляции эволюции используются на самом деле и в различных аспектах программирования. Есть такой раздел, называется генетическое программирование, где используют, вот, в принципе, эволюции. Но вот я сейчас поговорю про один из частых случаев такого программирования, это использование эволюционирующих нейронных сетей. Ну вот у нас у всех в мозгах есть нейроны, которые представляют собой клетки с длинными отростками, они друг другу связаны, они по этим отросткам передают друг другу сигналы электрические. Так мы думаем. Вот можно сделать такую вот нейронную сеть, аналогичную, может быть, меньшего размера, которая будет управлять поведением какого-то виртуального организма. И мы будем изначально иметь совершенно случайную нейронную сеть, и есть какие-то клетки, которые активируются в зависимости от внешних каких-то сигналов, и клетки выхода, которые управляют организмом, и есть клетки, которые там осуществляют думающую активность. Все связи изначально случайны, но мы будем отбирать те организмы, которые будут лучше справляться с некоторой задачей. Но в данном случае задача заключается в том, что наши организмы воюют друг с другом, и должны друг друга стрелять и уворачиваться. И мы отбираем тех, кто более меток и более проворен. Вот первое поколение, мы видим, что все организмы ведут себя как-то неадекватно. Их колбасит, они не хотят двигаться, потому что, опять же, нейронная сеть у них изначально абсолютно случайна. Не стоит ожидать, что по случайным причинам что-то получится разумное. Ну вот, стреляют в разные стороны, драпают из боя. Ну вот, проходит 22 поколения эволюции, и мы видим, как это уже похоже на битву. Они уже стреляют более-менее друг в друга, не всегда попадают, но стараются. Вот нам обращают внимание на снайпера, который уже научился прям целиться. А вот красненький, пока что не очень. Будут еще несколько примеров, там потом покажут более продвинутых программизмов. Вот уже 44-е поколение, то есть они еще больше провалюционированы. Вот у них появляется новое приспособление. Они начинают... Эти вот лучи, это их угол зрения, в поле зрения, они начинают его сужать, чтобы лучше навестись на цель. Новый признак, новая мутация. Ну и вот в конце, вот 55-е поколение нам покажет еще мастерство у ворота. Тоже новая мутация. Вот красненький, смотрите на красненького. Он, видите, как он ворачивается. Ну, не всегда. Вот. Ну вот, подобные эволюционирующие программы используются, например, в программах, которые познают изображения, многие из них основаны на нейронных сетях, эволюционирующих. Просто генетическое программирование используется для оптимизации микросхем. Вот здесь справа показана антенна, которая НАСА в 2006 году запускала в космос. Вот ее форма определена генетическим алгоритмом. Можно создавать искусственный интеллект не только вот в таких вот играх, которые я показал, но и в шахматах, шашках, наргах и так далее. Можно использовать для оптимизации форм аэродинамической, аэродинамической формы, например, вопасти вентилятора или ветряной мельницы. Используются даже в фундаментальной науке, но я не буду подробно рассказывать, как именно, потому что это тема отдельной лекции, но используется. И вот, у нас, наверное, не будет звука. Не будет или будет? Может быть, будет звук. Но я покажу вам, как эволюционирует музыка. Вот есть такой сайт, называется Darwin Tunes. Там создается музыка, следующее время. Сначала генерируется совершенно случайный шум, а потом, вы знаете, людям предлагается отбирать элементы этого шума или тех треки, которые им больше нравятся. И вот на основании такого искусственного отбора человека возникает эволюционирующая музыка. Но вначале мы сейчас услышим, если услышим... Нет, не слышно? Нет, по-моему, не работает лучше. Не работает? Нет? А вы из этого нельзя сделать? Ладно. Хорошо. Да, вам придется поверить не нас, вы можете найти на сайте Darwin Tunes вот этот ролик, посмотреть, что было вначале. Вначале там будет скромышленный красный шум, а потом через 8700 поколений возникает музыка, которую, в принципе, можно послушать. Ну, так, на досуге. Ну, дальше мы перейдем к обсуждению эволюции живых организмов. Для того, чтобы обсуждать эту эволюцию, вы должны понимать, что мутации происходят в нашей ДНК. ДНК – это двухцепочечная молекула. Она здесь показана. ДНК состоит из 4-х типов нуклеотидов или мономеров, в общем, блоков. Она называется админин, тимин, стазин, гуанин. И так устроена молекула ДНК, что А всегда стоит напротив Т, а Г всегда напротив С. Ну, АТ, ГС – это сокращенное обозначение этих нуклеотидов. И вот это свойство, которое у нас в комплементарности, то, что А напротив Т, а Г напротив С всегда в двойной спирали позволяют молекуле ДНК размножаться. Ну, вот здесь показано размножение молекул ДНК. Одноцепочная молекула расплетается на две цепочки. И дальше каждой цепочке напротив А, Т, напротив Г, С достраивается, получается две идентичные цепочки, которые потом разносятся к разным полюсам клетки. И клетка после этого делится, получается две одинаковые клетки. Ну, вот у человека, собственно, это был прочитан геном человека еще достаточно давно, вот прочитана была последовательность ДНК, которая находится на наших 23 хромосомах. У нас 23 хромосомы, вообще 23 парахромосомы. 23 хромосомы – это 3 миллиарда нуклеотидов, таких вот А, Т, Г, С, а, известный на двойной набор – это 6 миллиардов букв, и если вы их в одну ниточку сшили, вы получили бы молекулу длиной в 2 метра. Но она очень тонкая молекула ДНК и очень компактно упакована, поэтому она помещается внутрь ядра нашей клетки, любой. Ну, вот на этих хромосомах расположены участки функциональные, которые называются гены. Гены – это тоже последовательность ДНК, последовательность этих самых нуклеотидов. И вот в одной цепочке ДНК с гена считывается одноцепочная молекула РНК. Она тоже состоит из нуклеотидов, только не А, Т, Г, С, А, А, У, Г, С. Одна буква поменялась, но суть не изменилась. И вот А, У, Г, С, она уже одноцепочная, она синтезируется с одной из двух цепочек молекулы ДНК, и потом она используется как инструкция для того, чтобы синтезировался белок. А белок – это уже что-то такое, что в клетке делает много разных функций, выполняет. Ну, например, клетки могут, куда белкам связываться с другом, образовывать ткани. Или бактерии могут использовать белки для того, чтобы выкачивать антибиотики из себя или их разрушать. Ну вот, у человека около 25 тысяч генов, а вот у червяка 20 тысяч генов. Вот когда геном человека прочитали, у многих случился разрыв шаблона, как же так, мы венец творения, а генов у нас примерно как у червяка. Но одна тема была замечательная такая история. Когда еще до того, как прочитали геном человека, узнали, сколько у него генов, устраивали тотализаторы, сколько генов у человека. И вот один из людей, который очень точно угадал, сколько этих генов должно быть, его спросили, как вы догадались? Он сказал, ну, дело было в баре. Я наблюдал за людьми и обратил внимание, что их поведение не сильно отличается за поведение плодовой мушки дрозофила. А при ней уже было известно, что они 13 тысяч генов, поэтому я решил, что двойного количества человек хватит с лихвой. Ну вот так делаются, да, научные прогнозы. Ну вот если говорить про венец творения, наверное, вот этот возбудитель инфекционного заболевания, передающийся полным путем, который около 10 тысяч генов, он куда ближе к инцветвлению. Поэтому критерий, но это на самом деле критерий, наверное, не самый хороший для определения самого крутого организма. Ну вот между мной и любым из вас здесь присутствующих около 3 миллионов одиночных нуклеотидных отличий. То есть есть какое-то место в моем геноме, в моей ДНК, где у меня, допустим, А, у кого-то из вас Т, у меня Б, у кого-то С. И в каждом новом поколении у людей возникает около 60 новых мутаций. То есть тех мутаций, которых не было у родителей. То есть возникают, во-первых, какие-то новые комбинации генов родителей, плюс новые мутации. И это неизбежно, и это не только у людей, это вообще у всех живых организмов. И вот эти вот мутации, они и служат источником того генетического разнообразия, над которым потом может действовать естественный отбор. Ну вот самый простой пример отбора в природе эта селекция, когда Дарвин должен был обосновать свою теорию, теорию эволюции, он понимал, что встретится огромным количеством критики, потому что научное сообщество вообще достаточно тяжело воспринимает, совсем уж радикально и новая идея. И вот Дарвин проводил такой эксперимент. Он взял голубей, исходной близкой одной популяции, и в разных условиях, как мы с машинками в разных условиях наблюдали эволюцию машины, так и Дарвин в разных условиях отбирал разных голубей с разными признаками. И получил из одной исходной популяции голубей вот такие шесть разных популяций голубей отбирают совершенно разные признаки. Ну а дальше логика понятна, что если за небольшой период времени из одной популяции голубей мы можем получить вот такие разные формы, то, наверное, за тысячи лет, за миллионы лет можно получить куда больше отличий, в том числе и такие отличия, как между человеком и шимпанзе, например. Но это все, как бы, скажем, такая школьная биология, а вот намного интереснее посмотреть на эволюцию многих биологических объектов, как, например, взять рак. Что такое рак? Рак — это когда у вас есть клетка в организме, которая сошла с ума. Она начинает неограниченно делиться, и самое главное — она отказывается совершать самоубийство. Нормальная клетка, если она накопила большое количество мутаций, она, как самурай, делает все характери. Но раковая клетка она не такая, в ней сломался этот механизм. Но вот появление рака можно рассмотреть как эволюционный процесс. У вас есть исходные популяции клеток, они совершенно нормальные, выполняют свои функции. Потом возникает мутация. Первое. Из этой мутации клетка начинает делиться чуть больше, более активно. И в итоге она получает преимущество, потому что, по сравнению с другими клетками, у нее будет больше потомок. Потом возникают у этих потомков следующие мутации, из-за которых они делятся еще быстрее, и так далее, и так далее. И в итоге вы получаете с каждой такой новой мутацией все более активно делящиеся клетки. В какой-то момент у них отключается этот механизм, который мешает им, заставляет их совершать самоубийство. Получается еще более приспособленная клетка, потому что это самоубийство клеточное, оно полезно для организма, но для клетки, для отдельной, пока она живет в этом организме, пока организм не сдох, эта мутация вредная. Ну, это свойство вредное, мутация полезная. И в итоге у вас с каждой новой мутацией получаются все более приспособленные клетки, и рано или поздно эти клетки учатся выходить за пределы органов, появляются метастазы, и так далее. Ну вот взгляд на рак как на эволюционирующую такую штуку имеет вполне важное прикладное значение в медицине. Ну, например, вот есть химиотерапия, которая используется для лечения рака. Вы ее использовали, но не вылечили рак, допустим, использовали достаточно сильную дозу химиотерапии. Понятно, что в следующий раз эта химиотерапия будет действовать намного менее эффективно, по той простой причине, что самые неприспособленные клетки к этому препарату, вы их убили, но остались более приспособлены, и они проэволюционировали, и стали еще более приспособлены после этого. Ой, это немножко рано было. Ну, второй момент, почему рак тяжело лечить на поздних стадиях, потому что у вас уже огромное количество разных клеток, они генетически разнообразны, и поэтому вообще сложно подавать универсальные лекарства от раков, потому что каждый раз раковые заболевания это тип новой мутации. Есть и типичные мутации, но в целом это очень большая возрасте эвакуации совершенно разных клеток. И опять же, если вы раковый рак, допустим, опухолью вырезали, удалили, почему часто рак возвращается, потому что остались некоторые неудаленные клетки, в которых уже произошло достаточно большое количество мутаций, сделавших их такими более приспособленными. И из них с высокой вероятностью может возникнуть следующий раковый опухоль. Но вот бывает, что рак выходит не только за пределы органа в виде метастаз, но и за пределы организма. Вот это зманийский дьявол, это животное, которое живет в Австралии, а на лице у него опухоль, которая называется лицевая опухоль зманийского дьявола. И это заболевание, это рак, возникший не у этого организма изначально, а у какого-то зманийского дьявола, который жил давным-давно, и он передается через упусы. Зманийский дьявол кусает друг друга в мордочку и передает раковый опухоль. То есть был одноклеточный организм, и из него в процессе эволюции возник одноклеточный организм, паразит, называющий рак. Другой пример аналогичный, это венерический саркома собак. Есть заболевание, которое передается полным путем у собак, тоже раковое, тоже вот эволюционирующее по новому такому пути. Есть пример с человеком, это Генриэта Лакс. Она погибла в 1951 году от рака шереки матки. Ее клетки раковые взяли ученые, чтобы их в лаборатории исследовать, и вывели линию клеток, которая жива до сих пор. Эта линия называется Хиля, она бессмертна, эти клетки. И вот она в 1951 году погибла, да, ее клетки живы до сих пор. Но эти клетки, они начали эволюционировать в совершенно новых условиях. Во-первых, в условиях того, что они теперь одноклеточный организм, поэтому многие гены уже не нужны, которые были нужны на одноклеточном организме. А во-вторых, они выграют на то, чтобы жить в условиях лаборатории, когда их ученые пересаживают, изучают и так далее, им нужно выживать. В результате мы имеем очень сильное изменение генетической информации в этих клетках. Это вот снизу хромосомы здорового человека, а это хромосомы курильщика. Это я шучу, это клетки Хиля. Ну вот, и можно посмотреть, например, что вот это первая хромосома клетки Хиля, вот у нормального человека их две, а у Хиля их пять. Причем на этих хромосомах, лишь не в первых, имеются кусочки от других хромосом. То есть вот эти вот огромные хромосомные перестройки отражают то, что совершенно новые условия жизни у этих клеток. И в каком-то смысле эти клетки Хиля даже меньше похожи на нас, чем, скажем, мы похожи на шимпанзе. Вот, по крайней мере, по хромосомному составу. Вот здесь показаны хромосомы человека, хромосомы шимпанзе, вот слева человек, справа шимпанзе, одна рядом с другой, мы видим, что есть только одно существенное отличие, а именно, что вторая хромосома человека, по сути, представляет собой две слившиеся хромосомы шимпанзе. Вот они. И когда ученые обнаружили вообще, что у... Я прошу прощения. Что у человека на одну пару хромосом меньше, чем у шимпанзе, да, как это такое могло получиться, если у нас общий предок, да, ну вот начали искать доказательство того, что было какое-то слияние, и нашли его, а оказалось, что у всех нормальных хромосом на концах имеются участки, которые называются теломеры. Они мешают клеткам, молеком ДНК, укорачиваться при делении клеток. Ну вот укорачиваются хромосомы при делении, но есть специальный механизм, который мешает им укорачиваться, мы не будем задаваться по-другому, если он укорачивается, и все, а это им мешает. А еще в хромосомах есть участок, как называется центромеры, вот он с синеньким показан в центре, это участок, который нужен, чтобы хромосомы расходились к разным полюсам клетки перед ее делением. И вот оказалось, что в второй хромосоме человека, как было предсказано в теории эволюции, имеются остатки теломеры в середине хромосомок, и кладом вместе слияния, и имеются остатки второй центромера, ну и порядок генов на второй хромосоме, соответствует порядку генов на двух хромосомах шимпанзе. Ну вот иногда, на глядя на это, приоционисты говорят, ну вас же там не было, вы же не видели эволюцию, как вы можете говорить, что наверняка там что-то происходило, так и было хоть слияние хромосом. Ну вот на это Кембербэт, который играл Шерока Холмса, делает фейспаум, потому что это, в общем-то, обесценивает всю криминалистику. Упитаясь в себе, что вы, следователь, вы нашли возрешное убийство, вы нашли орудия убийства, вы нашли опечатки пальцев, анализы ДНК провели, провели, отдали в подушку почву, оказалось, что все указывает на одного человека. А потом приходит адвокат и говорит, ну вас же там не было. Ну, как бы, все, дело закрыто. Вот пример того, как эволюция используется в науке и в фундаментальной, ну, даже в прикладной медицине. Представьте себе, что у вас есть пациент, который имеет ответственное заболевание. И вы хотите сказать, что, какая мутация, из множества мутаций, которые у него есть, отличие генетическое привело к этому заболеванию. И понятно, что, ну, вы можете, как раз, все варианты, их очень много. Вы хотите, как раз, суесть этот круг. Ну вот, вы можете обратиться к эволюционной истории. Вот здесь показано то, что называется множественное выравнивание белков. Вот белки состоят из аминокислот. И каждая буква – это аминокислота, то, из чего они состоят. А это белки, один и тот же белок из разных организмов. Это вот сверху корова, потом человек, мышка, крыса, курица и так далее. Вот они один по другим. И вот вы смотрите на эти белки и видите, что есть такие позиции, они выделены таким цветом, вот с девочками показаны, которые. Вот все одинаково у всех организмов, будь то человек или курица, у них все одинаково. А есть позиции, которые очень сильно отличаются между разными организмами. И почему вот в этом месте у всех одна и та же аминокислота в этом белке? Потому что как только возникал организм, у которого была в этом месте какая-то мутация, мутация в гене, который котировал этот белок, который менял эту аминокислоту, то сразу он не оставлял потомство. И то этого не возникало. То есть это была какая-то очень вредная мутация. Значит, это место очень важно для работы этого белка. А вот соседняя позиция, где бывает разная у разных организмов, она менее важная. Если вам приходит пациент и увидит него мутацию в таком месте, вы можете быть уверены с высокой долей достоверности, что эта мутация и привела к его тяжелому дефекту. А если у него мутация в таком другом месте, то вы можете сказать, что это, скорее всего, не причина, давайте искать дальше. Ну, а знать, какие мутации приводят к заболеваниям, нужно для того, чтобы потом искать лекарства от этих заболеваний. Или предотвращать их с помощью кинетической диагностики на стадиях планирования семьи и так далее. Ну и, собственно, разработана программа, которая на основе такого эволюционного анализа, они предсказывают, какие мутации вредны, а какие нет. Ну вот, гуманитарная часть моей лекции подходит. Роль эволюции в истории. Вот здесь в левом верхнем руне изображена королева Виктория, а это, как вы знаете, царевич Алексей, последний из дома Романовых. И вот у королевы Виктория возникла мутация вредная, которая приводит к гемофилии, когда кровь плохо сворачивается. И этим заболеванием болел царевич Алексей, который унаследовал эту мутацию от королевы Виктории. И это привело к многим разным неприятным эффектам. Ну, например, царская семья, во-первых, все время переживала у своего ребенка, потом они наняли Распутина, который был знахарем и шарлатаном, и он никому не нравился. И это все подрывало пристрижь царской власти, потом, знаете, была революция, в общем, все было плохо. Ну вот, к 1945 году все потомки королевы Виктории, несмотря на то, что это царский род, там, он самая лучшая медицина и так далее, все потомки, у которых была гемофилия, все погибли, и больше у потомков королевы Виктории гемофилийков среди них не осталось. Ну вот, можно в каком смысле сказать так образно, что естественный отбор уничтожил царскую династию в России. Ну, это спекулятивное утверждение, потому что история не терпится совпадать на наклонении, но вот мне нравится так говорить. Следующий пример – это Карл Поппер. Наверное, многие не слышали про такого философа. Он известен критериям фальсифицированности в науке, что научная теория должна быть принципиально опровержима. Ну вот, кроме того, у него есть менее известная идея, которая называется эволюционная эпистемология. Он рассматривал науку как эволюционный процесс, но не просто такой эволюционный процесс, а эволюционный процесс, в котором есть отбор на наиболее правильные и хорошо соответствующие фактам идеи. Ученые могут формулировать разные гипотезы, какие-то гипотезы верны, какие-то нет, потом они относятся к фактам, и те гипотезы, которые выдерживают эти проверки, они сохраняются, они выживают. И в итоге выживают наиболее приспособленные научные идеи, а приспособленные те идеи, которые лучше отписывают реальный мир, окружающих нас. Вот противопоставление такой эволюции науки Ричард Дукинс в своей книге «Геористичный мем» привел идею мемов как эволюционирующих элементов культур. Вот все, все является культурой, но в условиях не в науке, а в повседневной жизни выживают не те идеи, которые правильные, не те, которые за три страсти, а те, которые нам нравятся. Те, которые легко захватывают нас, заставляют друг другу рассказывать, почему танец «Гангам Стайл» такой популярный, почему-то танец прикольный, ну что в нем такого, нам нравится почему-то. А вот антрополог Паскаль Бойе, он решил вот эту вот идею продвинуть на феномен религии. Он сказал, что и религии являются в каком-то смысле мемом, и как понять, почему из огромного количества разных верований, которые вообще могли возникнуть, выжили только определенные, и стали популярными, и стали основными теми идеями, которые сейчас царят в мире, и которые миллиарды людей этим идеям в них свято верят. И если посмотреть на этот процессор, на эволюцию, то можно выткнуть несколько признаков, которые помогают идеям выживать, вот таким эгоистичным путем. То есть, допустим, идею легко запомнить, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, да, и это все помнят там с детства. Но попробуйте запомнить уравнение там, квантовое, что-нибудь там. Ну, в общем, вы поняли. Да, я даже сформулировать не могу, что я хочу вспомнить. Вот. Легко передать без искажений. Простые, понятные слова, много повторений. А, ну вот, более интересно меня призывает, поведать о себе другим, да, но вот стучат там, хотите поговорить о Боге? Что заставляет идея это делать? Ну, вот такая идея, и это помогает идее распространяться. Ну, вот, идея, содержащая кнут и пряник. Будешь гореть в воду, если отказываешься от идеи. Ну, уже не хочется отказываться от этой идеи, правильно? Больше вероятность того, что она выживет. Ну, вот, в каком-то смысле, да, вот вирусы используют для размножения клетки, а идеи — человеческий мозг. Ну, вот, еще одна такая иллюстрация — это вот эволюционное дерево религии. Не я его рисовал, я вообще не вручаю, потому что мы правильные, но идея, по-моему, красивая, что если мы посмотрим на разные религиозные идеи, то увидим, что у них есть, на самом деле, и общий предок, и много чего похожего. Но еще бывает у них обмен идеями горизонтальными. Как тоже, как у живых организмов, бывает горизонтальный перенос ген. Ну, вот, а критическое мышление, известно, играет такую роль антивируса от приспособных идей, потому что, опять же, мы бы хотели иметь те идеи, которые помогают выживать нам, а идеям, в общем-то, они сами хотят выживать, а идеям не всегда обязательно, скажем так, чтобы ее носитель выжил. Ну, вот, там, террит смерть не взорвался, да, как бы, для человека это плохо, а для его идеи это, может, хорошо, потому что вау он герой, там, ну, с точки зрения этих фанатиков и так далее. А, ну, и вот, собственно, на правах рекламы хотел бы программировать несколько сообществ, которые занимаются развитием критического мышления в России. Есть такой сообществ The Brights, где пропагандирую здравый смысл, есть такое сообщество, называется Саварь-Скептика, и у них есть научно-популярный канал Sci-1, где они всякую науку популяризуют. Вот, а это про меня. Все, большое спасибо за внимание, я могу, наверное, ответить на какие-то вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ